МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кирюшенька, смотри, что вы у нас. Ту-ту-ту! Новенький дяде с камерой, маленькому Кирюше, гораздо интереснее уже знакомых игр. Мужчин мальчик вообще видеть нечасто. Почти с рождения он воспитанник дома ребенка. Сейчас Кириллу 2,5 года. Кирюша поступил по заявлению мамы к нам в дом малютки в 4 месяца. Был оформлен сюда на год. Но мама никакого интереса не проявляла к ребенку, не выполняла родительских обязанностей и, соответственно, была лишена родительских прав. Кирюша – большой любитель музыки. Всегда бежит поближе к источнику звука и без устали танцует. Несмотря на юный возраст, педагоги уже учат мальчика нотной грамоте. Зайка! Он заряжает энергией настолько, что ты после занятия сама начинаешь двигаться. Кирюша вообще легко увлечь, ему все интересно, но концентрировать внимание ему удается с трудом, потому что Кирюша отстает от своих сверстников в развитии, так как он является ребенком с ограниченными возможностями здоровья, что не дает ему возможность полноценно познавать и воспринимать окружающий мир. Кирюша родился с дефектом век. Чтобы мальчик мог видеть окружающий мир, в течение дня их прикрепляют специальным лейкопластырем. Но это только пока. Вскоре малышу предстоит операция. Он станет не только красивым, но и сможет догнать своих сверстников в развитие. Нужно быть, наверное, в первую очередь спокойным, воспринимать ребенка таким, какой он есть, найти ему для души занятия, и хотя бы пусть он занимается этим, а потом потихоньку переключать на что-то другое. И потихоньку в форме игры давать новый материал, он будет его осваивать. Что тут? Что тут? Полноценно развиваться и стать успешным ребенок может только в любящей семье. И наш герой не исключение. Специалисты отдела опеки и попечительства ищут Кирюши, маму и папу. В доме ребенка вместе с ним живут еще 74 малыша до 4 лет. Некоторые здесь временно. Мама попала в трудную ситуацию, наладит жизнь и через год сможет забрать своего ребенка домой. Примерно треть детей дома ребенка каждый месяц усыновляют. Ребенку можно изменить место жительства в зависимости от пожелания людей, которые берут ребенка в семью. И если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, то кровные родители, его биологические родители, так сказать, они уже не имеют права, у них нет, наверное, шанса, да, стопроцентного, вернуть этого ребенка к себе. Усыновить ребенка может любой гражданин России. Старше 18 лет, несудимый, с доходом выше прожиточного минимума. С чего начать, подскажут здесь, в отделе опеки и попечительства на Ломоносово, 41А. Окончательное решение вынесет суд. Тогда ребенок приравнивается к кровному родственнику. Заявители, прокурор, да, предупреждаются в судебном порядке об ответственности, об уголовной ответственности за разглашение тайного усыновления. Поэтому очень удивительно, что по телевидению иногда показывают такие сюжеты, где находят все и вся, да. Материальной ежемесячной поддержки от государства новые родители не получат, но они могут рассчитывать на единовременную выплату, чуть больше 21 тысяч рублей. Если в семью принят ребенок инвалид или вместе братья и сестры старше 7 лет, то усыновителям положены 160 тысяч рублей. Это тоже единовременная выплата. В течение трех лет по законодательству мы выходим с актами обследования, то есть контроль, да, за такими семьями. Может быть возникают какие-то проблемы, да, и мы со своей стороны, если такой момент есть, стараемся оказать помощь. То есть мы заинтересованы, чтобы и адаптация прошла быстрее, да, и ребенок скорее именно адаптировался к условиям. Достань грибок, достань грибок из цветочка. Аккуратно, давай, сам. Молодец. В кармашек положи Кирюша. Кирюша делает ежедневные успехи, а под чутким руководством мамы скачки в развитии станут еще заметнее. В доме ребенка признаются, принять в семью желают чаще девочек, но у нашего героя есть большой шанс стать любимым сыном. За северодвинскими детьми приезжают и из других регионов. Если ребенка не усыновили в России, только тогда его покажут иностранцам. На иностранное усыновление передаются дети, которых мы не могли устроить на территории Российской Федерации, да, то есть максимально работаем с нашими гражданами, максимально стараемся передать деток в семью. К сожалению, ну, наверное, это в какой-то части оправдано. Если у ребенка есть заболевания, есть серьезные заболевания, наши граждане редко берут таких деток, потому что, ну, я еще раз говорю, ситуация в стране такая, да, что как таковой поддержки, вот, большой ее нет. Поэтому вот если детки в течение больше года, да, не были, устраивали ли их на территории у нас, либо по Российской Федерации не устроили, тогда информация об этих детках передается уже для международного усыновления. Фотографии детей размещают на сайте усыновите.ру. Узнать информацию о Кирюше можно в доме ребенка или в отделе опеки и попечительства по телефону 56 98 16 58 59 79. Счастье рядом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова